Солюгемский национальный парк был создан в 2010 году. Это особо охраняемая природная территория. Для чего она была создана? Для того, чтобы взять под охрану краснокнижные виды животных. Такой, как снежный барс, манул и алтайский горный баран. Оставляют вот здесь задиры, примерно как лезвие ножа ориентировочно. Вот такие вот следы он оставляет. Какой? Нет. Называется задир. 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 Ездили в кластеры Аргут. На данном участке у нас сосредоточена основная группировка снежного барса. Ее взяли под охрану. Почему? Потому что в 90-е и 80-е годы и до середины 2000-х годов данная группировка Аргутская была практически истреблена. Истреблена браконьерами. Снежный барс обитает в 12 странах. То есть Россия – это самый северный ареал обитания снежного барса. И, соответственно, здесь у нас небольшая численность в России. То есть это Алтай, Тыва, Красноярский край и Бурятия. Кто-то поцарапал его. Он должен прямо стоять. Он боком. А кто мог поцарапать? Может, медведь? Сейчас снимку посмотрим. Эта человека привлекли для того, чтобы, в кавычках скажем, перевоспитать данного человека. Человек, когда занимался отловом снежного барса, да, то есть в этих местах, с ним поговорили, да, объяснили ему, что есть такая программа. Именно когда ты занимаешься, она помогает, допустим, изучать снежного барса, да, вот в этих местах. Почему? Потому что ты знаешь повадки, где он ходит. Если одна камера, ее украдет, а второй он с ним поснимет. Когда у нас было вот вверх карагеми, там мы поставили две камеры вот так, прочих напротив. И один скрытый камер поставили там, деревья. Однажды я пришел, две камеры нету, а он доснял. А люди забрали его. Ну, видели, забрали, что они, может, сами там попались. У них были оружие. А, браконьеры? Ну, конечно. В настоящее время самый главный у нас партнер – это Всемирный фонд дикой природы. И, да, вот это один из ключевых партнеров, который нам помогает выезжать в полевые, то есть выезды, да, там, они нам снаряжают какой-то аппаратурой, да, там, частично техникой, да, там, ну, ГСМ, соответственно. Марков Мерген Бачендавич, я 84-го года, у меня сейчас вспомнился 35, ну, охраняю барсу. Праконерством я давно, давно не был, я завязал. Кужелеков Алексей Олегович, Солюгемский национальный парк, работаю научным сотрудником в парке. Мы сейчас находимся в селе Джазатор, это гора Алтая. Сюда идет полтора часа грунтовая дорога, сейчас мы едем в село Аргут, это еще дальше, это три часа вообще полно бездорожье. Мы едем забирать нашего героя, который пойдет проверять фото ловушки на снежных барсах. У него нет своей машины, второй дом у него в Аргуте, поэтому нам нужно его забрать. Ну, едем вот туда, очень интересная компания, рядом с нами сидят военностанцы-волонтеры из Австрии, из Америки, и они приехали сюда, чтобы помогать сотрудникам национального парка, ставить ловушки на снежном барсе. Ну, и у нас сотрудник национального парка. Вот такой компанией мы по этим парку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что значит? Выходи, конечно. Яйца откусит? Доброе утро. Шарик, я как это был на цепи, шарик, рубал хозяйские харчи. Как так получилось, что вы знались браконьерством когда-то? Ну, когда-то нечем было кормиться, а деньги не были, никто не дает. Какой это год был? В 90-х годах. Ну, там кабарга, леса, волки, это соболи. Много зарабатывали? Ну, кому как. У вас там телевизор, что ли, показывают? Да. У нас там все есть. А снежного барса вы охотились? Я не охотился. Предки говорили, что когда снежный барсом охотишься, его убиваешь, ну, как-то его переходит в тебя. Как-то так. Они, ну, сам как-то умираешь, короче. У них удар какой-то тебе дает. Он постоянно убивать тоже нельзя. Давно, где-то в 90-х годах тогда был, ну, я здесь рассказывал, так, на 2-3 там убивали на петли. Они все, все нету сейчас, все умерли. Занимайте хорошие места. Ну, на самом деле, все, что касается местного населения, не все занимались именно конкретным отловом снежного барса. Люди ходили и устанавливали петли на кабаргу. Он ценится у китайцев. И данная продукция, то есть, вся практически уходит и уходила в Китай. Петли. То есть, это металлическая проволока, длина примерно ориентировочная, метр, метр двадцать, да. То есть, она устанавливалась либо куда-то крепилась к дереву, да, то есть, там, где проходила звериная тропа, да, либо снежный барс проходил часто. То есть, когда снежный барс идет, то есть, он попадает головой в шею, да, и душится. То есть, это, на самом деле, губительная такая, ну, варварский способ, именно, когда зверь долгое время мучится, бьется, да, то есть, ну, в конце он погибает. Люди шли просто некоторые от безысходности, потому что не было рабочих мест, и многие-многие пошли в лес. Ну, а где еще заработок было брать? То есть, люди брали, допустим, вот эти петли, да, и снаряжались, их тоже можно было понять. Почему? Потому что люди шли, то есть, у них семьи были, их нужно было как-то кормить. То есть, здесь людей судить нельзя, потому что это были, на самом деле, тяжелые условия жизни, да, людей. Когда у тебя там, допустим, за плечами в семье, там, не знаю, 2-3 ребенка, да, и тебе нужно их чем-то кормить, да, а кормить нечем, денег негде брать, да, тем более отдаленные села, да, где практически нету работы. То есть, люди шли, то есть, в лес, устанавливали петли, и устанавливали петли, как на кабаргу, на волка, да, ну, и бар, соответственно, попадал либо в волчью петлю, либо в кабарожье, да. Это лук? А вы зачем делаете? Потому что любить этих ворон и зверей. Вот из этого ворон? Угу. А ты уже охотился на кого-нибудь? Да, это не мил, Лёша. Да. На кого? На ворон. И на этих животных, которые есть. Сурки? Коровы. На коров? Ммм. Кони. Козлики. На них охотятся. Что вы с воронами делаете, которых убиваете? Выкапываю. Нет. Землю. Убреваю. А это кто лежит? А? Это кто? Не знаю. Я его не уберу. Я здесь вырос. Поэтому живу. Сейчас работу нашел. Я давно работаю здесь. Вот этим проектом. Вот сколько лет работать буду, я не знаю. А сколько вообще людей осталось? Ну, сейчас-то где-то 12, что ли. Ну, дома. Семь. А некоторые уезжают отсюда. А кто постояли здесь? Вот в основном остались пенсионеры. Их детей, чтобы их помогать, они все. А безработные, они давно ушли. Да, я сейчас вещи соберу и все. Часть попьем и поедем туда. А если бы машины не было? Если бы машины не были бы сегодня, а завтра поехали бы. Лошади поймали бы. Ну, лошади поймать сейчас тяжело. Они сами, в отсутствии, их перегонять надо куда-нибудь. На кошару или куда. Их так поймать. А так, тем более, они на поляне не поймаешь их. Почему? Они свободны. Понимаешь, вот ты охотишь-то только зимой. А летом у тебя деньги не бывают. Можешь с голоду умирать. А если работа есть, у тебя круглый год. Постоянно у тебя работа есть. Постоянно, когда ходишь, выплачиваете. Работа выгодна, чем драконистом заниматься. У нас камеры. Вот сейчас рабочие возьму. Вы их как-то меняете? Ну, я меняю. Иногда сломаю. Когда, ну, всегда ломают медведи. Камеры. Всегда. Вот поэтому я постоянно запасную две камеры таскаю. Они сломают, я их верну, да я обратно передаю. Они не новые. Мы знали на тот момент, что здесь, в этих местах, есть как минимум три человека, которые занимались отловом снежного барса. И привлекать тех взрослых людей, уже взрослого населения, мы просто не стали. Почему? Потому что они уже, в силу того, что у них уже возраст, они уже практически не ходили уже, да, в лес, да, туда, в горы. Остался у нас вот этот один парень. Потому что ты знаешь повадки, где он ходит, как он передвигается, да, тебе легче понять и понять, где тебе установить фотоловушку, да, в данном месте. Ты уже практически как специалист, да, вот. Мы тебе даем фотоловушки, даем какие-то тебе средства, да, то есть ты показываешь нам результат по снежному барсу в течение года, ты его мониторишь, да, какие-то свои ключевые места. И по окончанию, допустим, года тебе дают в премиальную. Премиально за то, что данный снежный барс живой, да, или там какая-то группа снежного барса живы, да, и мы тебе даем премиально, что они не потерялись, что они не погибли. За то, что, ну, грубо говоря, средняя цена, если бы ему бы отдали бы за эту шкуру. Ну, в среднем от 40 до 50 тысяч ему давали премиальные. То есть вот так вот, в конце года. У меня ноги вообще, и там вода внутри. Как твои ноги себя чувствуют? В болоте. В болоте? Ну, теплом. Мы не были готовы к тому, что будет такой сильный дождь. А вот Мирген был. Ну, по тропам где-то километров, не знаю, сейчас где-то два полтора, наверное, два часа или подойдем и подниматься там где-то час. Ну, а про пять часов. Проверю, что камера силы была. Их надо поставить, постоянно посмотреть, каждый месяц, чтобы кто-то не курал, не курал, что-то не ввез его, кто-то не сломал. Дождик был, после дождя. Видите, он мокрый стоит. Он смотришь красиво. Вода. Как плачет он. Скоро он сохнет. Как будто так. Вы любите фотографировать природу? Да. Я постоянно вот интересный, что-нибудь вижу, поснимаю его. Травы все такие. Камни бывают на человека похожи, на орела похожи. Ну, любые такие. На скалах бывает такой. Ну, вид как это. Всегда топор с собой снимаю. Вам нравится эта работа? Куда денешься? А деньги-то надо делать. Когда, может, постоянно они ходят, тогда уже что-то есть. Ну, один раз ходил, нету. Второй раз ходил, тоже нету. Думаешь, там же бесполезно, наверное. Когда поднимаешься уже, думаешь, что там по-любому нету. Медведь подошел, его оторвать не смог. Обратно не сошел. Медведь подошел. Медведь подошел. 3 июня 6 6 сколько у вас сейчас кошек в распоряжении меня я не знаю там пять лет не отличишь основе этом году много зимой постоянно 2 камера не работает после меня не работал и каждый месяц надо проверять что все силы и батарейки чтобы не сильно это проверяю камер и меняю фляжки и снимка есть собой беру а где нет снимки нет обратно удаляю некоторые так но не нужен а там обратно поставлять вставляю и проверяю как надо поставить все чтобы крепче было барс ходил там баскроп лежит сегодняшний свежий сфотографировали да а какашки какашки я тоже вы какое нашли вот они вот это точно баса ну просто шарики вот этого лесенками тоже и может баса муж другой каш какой птиц все что связано с генетическими анализами да то есть но мы основе чем экскременты то есть это на самом деле золото в наших научных работах почему потому что есть моменты где мы допустим фиксируем снежных барс да при помощи фото ловушек да и мы там понимаем да что у нас там есть какие-то особи но мы не понимаем от какой пол вчера я вам объяснял да ты сюда не трогаешь ноута тебя нужно да тебе нужно сделать вот так вот аккуратно чтобы ты здесь не задел и потом взять и аккуратно я ты что туда натыкался не хорошо нас их нога аккуратно Как ты? Что скажешь? Сложно? Отдай, отдай пакет! Отдай, отдай! На, новый возьми! Он тренируется просто! Вот она твоя! Цель! Взять ее! Правильно! Без ошибки! Класс! И когда мы собираем экскременты, и потом отправляем их в Москву, Институт имени Северцева, и они там делают заключение, что данная особь это, допустим, самец или самка. Пусть, пусть, пусть лежит! Ищите еще! Ищите! Нет! Пусть, пусть лежит! Еще! Еще ищите! Да, ес, ес! Тоже пойдет! Пойдет, пойдет! Мы ее заберем с собой! Себе, себе положим! Но! Нееет! Ну, если ты хочешь, но я тоже не... Что она показала? Съесть ее! Вот так объясняешь! Мы заберем его с собой! Мы его возьмем с тобой! Окей! А! Я его возьму? Поскреб! Найдите поскреб! Слово такое не знаю! Но большее количество экскрементов находится у меня дома в холодильнике в морозильной камере потому что хранить их больше... Ну, часть, конечно, на работе, а большая часть у меня дома, да. И это... Ну, что теперь сделаешь? Сядешь туда, поскребет. А бывает, что встанет вот так вот... Все, боюсь, зайдешь сюда, да? Есть! Можешь даже вот так! Метра на два, на два с половиной. А! Ту... Ту метр! Окей! Ян у нас с Америки, а Яна у нас с Австрии. Ну, мы встретились с ними в аэропорту. Это вот было... Дня три, на четыре. Ты знаешь английский? Нет. Как ты их встретил? Ну, это очень было смешно. Это, скорее всего, выглядело. Я себе скачал приложение на мобильный телефон. Старался что-то сказать на русском, и потом это все должно было там перевести, то есть, в звуковой речи на английский. Ну, я как понимал, что это плохо у меня получалось. Они уже очень смеялись, да. Мы долгое время ехали, то есть, по дороге, то есть, это все было на пальцах, все, все... Ну, жестами, да. Сейчас скажу. Сейчас скажу. Сейчас скажу, да. База отдыха. У нас есть небольшое такое соглашение, да. У нас есть за границей человек, который нам помогает. Мы пригласили, да, попросили, если есть люди, которые хотят заниматься исследованием снежного барса, да, здесь на Алтае, молодые какие-то специалисты, чтобы их обучить. Ян, Ян, я здесь я камеру поставлю здесь. Да. Снова леопард туда-сюда будет ходить, и камера его будет фотографировать. Здесь метки нету. Ничего, yes. Ни поскреба, ни спрея нету, no. Just a good spot. Да, yes. Good. Я им показываю на пальцах, они очень часто смеются. Они меня не понимают. Я чувствую, что они что-то между собой там на английском очень часто говорят, и смеются, конечно. Я смеюсь, если они не понимают. Теперь нужно будет небольшой толщок им дать, показать, обучить, как мы это делаем, как мы это работаем, да. Может быть, в последующем они захотят дальше заниматься исследованиями. То есть не только, допустим, в России, но где-то и в других странах, где обитается. Это сложно, да. Мы используем онлайн-переводчик много и часто. И да, руки. Мы постоянно показываем пальцами, на что-то говорим да или нет. Это выглядит как-то так. Мы оба толком не понимаем, что происходит. Ну, ладно. Это немного интересно, кстати, пытаться понять, что сейчас делать и что Алексей имеет в виду. Но в итоге, конечно, это все-таки приятно знать, что именно с тобой происходит. Это действительно происходит. До того момента, когда был создан национальный парк, наши коллеги, специалисты, которые занимались снежным барсом, долгое время не могли найти снежного барса в этих местах. Он был практически истреблен. Но в 2012 году те специалисты, которые здесь работали, нашли, при помощи фотоловушек сфотографировали две особи. В настоящее время у нас здесь, на территории аргутского кластера, обитает в среднем от 15 до 17 особей. Это те особи, которые заходят к нам на территорию, да. И те особи, которые живут постоянно у нас в наших границах, да, в парках. Вы довольны сегодняшним походом? Ну да. Я уверен. И вот эти две камеры, они постоянно здесь бывают, постоянно ходят. Летом, зимой. Особенно зимой он постоянно. Каждый месяц два раза или три раза. А летом месяц один раз они куда-то ходят и обратно приходят. Понимаете, прошло вот это время и стало его это тоже радовать. Он стал, ну видно, что человек уже перевоспитался, да. И он когда идет проверять фотоловушки, у него есть какой-то энтузиазм, да. То есть ему это очень неинтересно. Он приходит туда, открывает, ой, смеется, улыбается, что они живы. Но насколько это может долго продолжаться, да. Это может продолжаться до того момента, пока мы его обеспечиваем. Что будет далее, да, когда, допустим, проект этот закроется, да, или его закроют, да. Как он дальше себя поведет, этот человек, как он, куда он опять направит свое русло, да, вот это браконьерское или не направит браконьерское русло. Что он будет дальше продолжать, не будет продолжать, то есть этими вещами заниматься. Вы сейчас не охотитесь? Нет. Вообще? Вообще не охотитесь. А если без работы останетесь, снова возьмете сужение? Ну, за мясо можно сходить, может, одного заберешь, если получится. Если не получится, там. У нас такой скотов и коров еще нет. Вам рассказывали, или вы просто видели, как животные мучаются? Не мучаются они. Просто я говорю, вот, убиваешь, да, все зима. А все лето деньги не достанешь сюда, до следующего зима. А работа есть, работа вот. Постоянно работаешь, каждый месяц. Каждый месяц человек заплачивает. И выгадаетесь.